очередной объект попросили меня друзья помочь в ремонте на кухне вот такой вот сложный у нас потолочек идет то есть он куполообразный с закругленными углами скосы вот неровности зашпаклевал друзья уже сняли обои с потолка со стен вот такой внешний вид вот были какие-то сколы на потолке но когда как выстреливает кусочки питона крупные дефекты я зашпаклевал вот после чего загрунтовал потолок и один раз покрасил задача стояла сделать максимально без пыли максимально быстро ну и насколько это возможно финансово не затратно чтобы это было ну скажем экономно ну при этом конечно же чтобы вид был достоин приобрел вот такую вот декоративную бумагу ну как калька специально для декоративных изделий и приступил к работе то есть предварительно я покрасил потолок но загрунтовал покрасил и потом я эту бумагу клеил прямо на краску есть способ когда клеит на сначала на клея потом красит тут я делаю сразу то есть я прокрашиваю потолок он становится белый и на эту же краску я клею эти листы вот все места прокрашивают таким образом чтобы краски был достаточный слой чтобы на нее приклеить декоративный этот лист кальки ну как как бы мы делали склеим вот таким же образом бумагу предварительно края оборвать оборвал чтобы они были такие рваные края и смяли вот я демонстрирую это и потом вот эту мятую бумагу лучше конечно сразу листы уже подготовиться распрябить это я просто чтобы вам было видно продемонстрировал каким образом и не вот таким образом потом берешь и приклеиваешь на краску краску лучше брать акриловый не вода эмульсионную как-то даже пробовал никому не посоветую брать бюджетную акриловую краску какой-нибудь вот и так вот разгладил руками как как бы клеил обои ну так создавая морщинки на потолке если же вдруг будут большие морщинки вам не понравится можно макнуть кисточку в краску и вот таким образом придавить как бы загладить и создать морщинку поле красиво и кисточки с краской когда клеем лист еще можно проглаживать валиком с краской аккуратненько от центров края по краям и получается вот такой потолок он делается легко делается быстро это упаковка декоративной бумаги она стоит в принципе как трубка обоев сюда бы на потолок одной трубки обоев не хватило бы ну понятно что тут еще и краску покупаем но уже зато это все делается быстро и уже вот такой декоративной форме вот я специально оставил такой лысый участок где нету бумаги и показываю как его можно устранить если вы поклеили например и у вас где-то пропуск вот так вот прикладывается латышками кусок бумаги нужно мазать это место разгладить и по краям кисточки также смакнуть кисточку и по краям ее прогладить и все и она становится незаметным это если вдруг вы поклеили потолок и у вас где-то отклеился кусочек там или пузырь большой можно оторвать и таким образом заделась этот участок или же вы поклеили и вас где-то морщинок мало получилось или что наверх можно таким образом также поклеить когда потолок высох взял перламутровую эмаль серебристо-белую в данном случае и круговыми движениями нанес на потолок на наш потолок который сделали вот он дает плеск по краям матового там матовый а там с блеском в итоге когда мы покрасили когда мы задекорировали потолок эмалью перламутровой мы клеим молдинг прямо на бумагу выставил лазерным уровнем уровень чуть ниже вот этих всех закруглений всех изгибов скосов вот поклеил молдинг и у нас потолочек готов приступаем к оформлению стен будем делать в стиле винтаж будем использовать узоры трафареты которые уже я когда-то применял если кто-то смотрел мои ролики он увидит узоры подобные были у меня ну будем скажем так в другой цветовой гамме и немножко чуть-чуть другое нанесение немножко другое решение заодно посмотрите как можно оформлять вроде бы узоры одни и те же но по-разному можно применять значит так с помощью тюли я наношу первый слой рисунок на тюле выбран мелкий поэтому надо было его более тщательно передать на стену нанес тонкий равномерный слой шпаклевки примерно миллиметр и разглаживаю эту тюль гордину с выбранным под этот интерьер рисунком разглаживаю это техника оттиска то есть когда мы нанесли на стену шпаклевку и передаем отпечаток рисунка от тюли на шпаклевку то есть мы еще вот на шпатель наносим немножко шпаклевки и уже поверху разглаживаем вместе со шпаклевочкой значит утюли есть такая более выраженная узором сторона и более гладкая то есть мы более выраженной стороной прикладываем к поклевке и оттиском передаем весь этот узор на стенку края могут быть такие вот как в данном случае я делаю они будут такие резкие ну в нашем стиле винтаж это не страшно потом это все она задекорируется с помощью трафаретов эффекта и так далее но можно делать переходы более плавные более гладкие потому что когда вы допустим я забегая вперед на всю стену нанес вот этот вот первый слой и уже когда нанес эффекты то даже друзья приходили говорили говорит можно оставить нам очень нравится хотя я понимал что результат не законченный вот ну вот таким образом короче наносится первый слой вокруг розеточек аккуратненько обходим вот наносим все проглаживаем придавливаем аккуратненько после чего вот как мы прогладили все вокруг прошлись придавили посмотрели что пропусков нету но вот и края можно кое-где оставлять такими не до конца делать дальше я продемонстрирую как еще можно края делать и потом аккуратненько за уголочек потянули и со стены и сняли полотно я тут использую большое полотно но удобнее конечно делать более маленькими кусками ну по крайней мере поменьше и вот результат то он не совсем идеален там нашем случае в том то что мы хотим сделать на стене это не страшно какие-то дефекты потому что мы в стиле винтаж или там какие-то изъяны они подчеркнут вот границы которые мы сделали вот она выглядит так и следующем слое вот это место вот есть трещина лучше на трещины делать способом оттиска чтобы сначала нанести шпаклевку на стены и затем с помощью тюли оформить здесь я показываю как можно делать переход чтобы он был менее заметен то есть это уже способом трафарет то есть основную часть мы делаем способом оттиск края где нахлёст узор на узор делаем способом трафарет и тогда у нас общая картина общий узор будет такой плавно переходить один к другому видите под молдингом я клею получается на бумагу который оформлял потолок и где-то края такие вот это вот под молдингом они были так эмалью перламутровой из нее шпаклевка и легко же слазил вместе с тюлью то есть такие проплешины это лысые места оставались опять же повторюсь что в данном случае это не критично на внешний вид это не сильно не повлияет но если кого-то раздражает или не нравится это можно с помощью наждачки замотовать и тогда шпаклевка будет цепляться лучше вот еще показываю где границы и где с помощью оттиска и с помощью трафарета сделал переходы вот если попадается трещина на стены до лучше это конечно либо сразу зашпаклевается либо с помощью способа оттиска заделывать труднодоступные места можно делать способом трафарет тогда конечно не шпаклевки меньше будет уходить избрали то после того как я все на стенке нанес вот я сделал образец выкраски какие эффекты мы хотели нанести какой внешний вид первого слоя должен быть у нас вот обошел все трудные места да где-то было трудно подлазить ну вот скажем образцовая стена вот как она вышла я уже по верху покрасил краской с добавлением глиссера ну или по простому блесток вот у меня комплект и вид получился их добавлял немного так чтобы она просто кое-где блестела и создавала такой живой эффект затем взял перламутровую эмаль с эффектом хамелеон который дает такой вот сиреневый оттенок в данной компании вгт хамелеон он такой оттенок дает и покрыл стены вот он виден такой сиреневый оттенок под определенным углом он смотрится так когда по другим углом можешь посмотреть он будет белая стена но такое может видно что чем-то покрывали вот он видно сиреневый и вот не покрашена обыкновенная стеночка вот он как выделяется вот первый слой мы сделали таким образом далее мы берем уже на все это разводим шпаклевку чуть погуще и уже наносим трафареты наши узоры через трафарет на подготовленную первый слой на подготовленную поверхность узора уже уже знакомы что таким делали просили меня показать как это все наносится обычная своих роликах то где получается показать процесс работы делаю но тут меня как-то попросила женщина еще там были люди которые просили показать процесс как это все делается но вот как мог постарался вам продемонстрировать вот таким образом наносится на трафарет и затем аккуратненько снимается трафареты желательно если есть мелкие там отверстия до чтобы передавался рисунок когда мы работаем со шпаклевкой они со временем забиваются их периодически лучше помыть мыл я в ванной кисточкой аккуратненько и обильно смывал водой чтобы вся эта вот шпаклевочка она хорошо проходила и смывал и чтоб не засоряла трубы вот я нанес трафареты это акцентная стена а на другие стены я нанес другие трафареты затем я взял эмаль медную металлик и аккуратненько по верхушечка я прошелся создавая такой вот медные узоры губку для этого использовал более плотную она не такая мягкая на более плотная и не сильно давя на узор легким движением все это покрыл затем после того как нанес медный металлик на узоры я взял шпаклевку это цементная шпаклевка смешал с плиточным клеем мозаичный клей белый и уже наверх нанес эффект как такое состаренности кого-то где-то уже стенка пожила уже там где-то замазывали что-то такие винтажные мазки вот для чего я добавил клей чтобы ну во первых это будет более прочный состав при высыхании он потом правда и шлифуются тяжелее и чтобы вот добавить такую зернистость и вот такой у нас получился значит когда я наносил медным медной эмалью по узорам где-то попадала вглубь рисунка и не совсем четко было и вот этими мазками которые я делал винтажными мы можем устранить вот место какой-то не понравилось и и вот замазал и получается через эти мазки с глубины вот это медь она все равно как-то проявляется да вот видно что там внутри рисунок при высыхании то же самое эти пятнышки сейчас более темные из-за того что раствор счет мокрый да еще не визит он посветлеет но при этом будет такой чуть-чуть сероватый оттенок вот это я нанес на акцент на стенку а далее на фоновым фоновой стене где другие трафаретные узоры я этой же шпаклевки который все делал это цементная фасадная шпаклевка белая я тоже делаю такие винтажные мазки но уже шпаклевки она более белая а с добавлением клея данный клей той фирмы который я использовал он немножко такой сероватый светло-светло сероватый оттенок и такой грязно-белый что ли этими мазками мы всегда можем подправить то есть на первом слое который мы наносили там могут быть какие-то некрасивые изъянчики при работе и вот этими мазками мы можем отрегулировать наш рисунок там что-то то что не понравилось мы можем подмазать где-то придать какой-то ну уже эффект уже законченности чем еще плюс этих мазков что в дальнейшем ты всегда можешь если где-то поцарапал стенку всегда можешь подправить замазал нанес эффект и все у тебя красивая стена к свечам раньше был итак что мы со всего этого получили значит подведем итог потолок был сложный в чем он сам куполообразность закруглением на углах и с откосами такими если бы делать это под покраску то это было бы много пыли это было бы финансово конечно больше по времени дольше поэтому избрали такой наиболее быстрый и интересный способ оформления ну понятно что на вкус и цвет товарищей нету что кому-то мой может это не подойти внешний вид тогда надо искать другое решение стены сняли обои загрунтовали стены и нанесли вот такую декоративную штукатурку на стенах были крупные трещины поэтому мы избрали способ оттиск с и выбрали винтажный стиль использовался материал это цементная шпаклевка которая используется на фасадах на акцент на стене также в шпаклевку это добавляли плиточный мозаичный клей белый прочный и вот так да мы сделали получается нанесли на узор и медь легким движением где-то прокрашивался хорошо где-то он не докрашивался но это вот состаренно это просто на мазки на акцентной стене а также фоновые стены узоры и мазки мы покрыли перламутровой эмалью жемчуг друзья купили бра которая должна висеть над кухонным большим столом но она не совсем подходила хотя внешне понравилось вот она черное основание но мы это дело исправили мы взяли методом полусухой кисти вот эту вот медь который мы наносили на узоры мы методом сухой кисти сделали такие вот мазки и тогда она вписывалась в интерьер и более того это бра сразу подорожала внешне не только на это шутка ну вот мы получили из глубины получается у нас хамелеон с сиреневым отливом маски у нас получились жемчуг золотистым оттенком полупрозрачным и под разными углами но тогда играет и блестки эти тоже видны вот такой внешний вид у нас получился очень часто задают вопросы где найти такие трафареты где их можно приобрести смотрите можно приобрести на алиэкспресс там выбор большой только смотрите размеры себе нужны или поинтересуйтесь в вашем городе где вы живете может кто-то уже продает подобные трафареты уже готовые для декора стен или же вы знаете может есть какие-то компании которые занимаются лазерной резкой тогда можно в интернете найти нужный для вас узор им дать и они это сделают макеты по этому макету они вырежут вам я же заказывает у своих друзей у своих партнеров с которыми уже работаю какое-то время у них заказываю нужные мне узоры под какой-то проект и использую трафареты они имеют какой-то срок службы тоже когда-то если мелкие детали могут поломаться порваться ну несколько объектов они могут прослужить как видите что это эти трафареты уже я использовал в разные цветовые габи в разных техниках вот вот это вот то что вы видите сейчас на стенке это трафареты я купил в магазине хоз магазин есть продаются такие как как называется салфетки коврики под вазы такие они силиконовые они пвх мягкий пластик можно купить там приобрести салфетки коврики и